спасибо спасибо большое прошу уважаемые дамы и господа только что завершился успешно завершился 16 саммит брикс он стал кульминацией российского председательства объединения и одним из заметных событий в мировом политическом календаре не раз говорил что россия подходит к выполнению обязанности председателя брикс ответственно проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах в частности состоялись многочисленные встречи отраслевых министров различных конференций были проведены семинары деловой форум с большим успехом прошли и спортивные игры в нынешнем году мы работали уже в обновленном расширенном составе россия как председателя в объединении делала все возможное чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились нашу семью и это у нас на мой взгляд получилось новые участники увидели и поняли что в брикс можно работать и добиваться результатов они почувствовали что в нашем объединении есть самое главное взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга могу с удовлетворением констатировать что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах выдвигают полезные перспективные идеи и инициативы что касается непосредственно казанского саммита в нем приняли участие вы же знаете об этом делегации 35 государств и 6 международных организаций такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли брикс растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государства на деле проводящих подлинно независимую суверенную политику у каждого из этих государств свой путь развития свои модели экономического роста богатая история культура именно в таком цивилизационном многообразии уникальном сочетании национальных традиций безусловно и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках брикс но и в том большом кругу стран единомышленников которые разделяют цели и принципы деятельности объединения программа саммита была весьма насыщенной проведены заседания стран членов брикс в узком широком составах сфокусированные на актуальных вопросах деятельности объединения и перспективах расширения партнерства под трем магистральным направлениям в сфере политики и безопасности в торговле и инвестициях на культурно-гуманитарном треке по традиции проведено и заседание в формате аутрич брикс плюс этот формат хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств глобального юга и востока в нынешнем году российское председательство пригласила на такую встречу лидеров стран снг а также делегации многих государств азии африки латинской америки как и глав исполнительных органов ряда международных организаций мы обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на ближнем востоке рассмотрели также перспективы взаимодействия между участниками брикс и странами глобального юга и востока в интересах инклюзивного устойчивого развития главное что все без исключения заседаний и мероприятия о которых только что упомянул прошли в традиционном для брикс деловом и открытом ключе в атмосфере взаимопонимания такой конструктивный подход к совместной работе позволил нам в течение трех дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов на саммите была одобрена казанская декларация брикс суммировавшая состоявшиеся дискуссии получился на наш взгляд комплексный концептуальный документ с позитивной повесткой устремленный в будущее важно что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического инклюзивного и многополярного меропорядка основанного на международном праве и уставе оон зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций попыткам подорвать традиционные нравственные ценности государство брикс настроено на углубление партнерства в финансовой сфере будем и далее уплотнять межбанковскую коммуникацию заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах отмечу и то что в ходе саммита мы с коллегами подробно обсуждали возможные совместные усилия для дополнительного стимулирования инвестиций в целях дальнейшего экономического роста в государства брикс и страна глобального юга и восток будем делать это в том числе с помощью нового банка развития и его президента госпожи дилмы роусов россия предложила продлить председательство в этом банке бразилии и ее президента и президента банка госпожи роусов имея в виду что в этом году бразилия председательствует в двадцатке в следующем году принимают у нас эстафету и будет вести брикс ну и не буду скрывать исходя из того что мы знаем какая обстановка складывается вокруг россии и не хотим все проблемы которые с этим связаны переносить на институты в развитии которых мы сами заинтересованы со своими проблемами будем справляться и справимся сами хорошие перспективы имеются для укрепления отраслевого сотрудничества реализации новых проектов в промышленности энергетики логистики высоких технологиях и многих других ключевых сфер и конечно же для активизации взаимодействия между нашими странами в культуре науке спорте по линии молодежных и гражданских обществ в казани мы подтвердили что брикс это не замкнутый по себе формат он открыт для всех кто разделяет ценности брикс и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы брикс не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество соответственно уделили особое внимание проблематике возможного расширения брикс через учреждения новой категории государств партнеров в эти дни лидеры члены делегации много общались и в неформальной обстановке проведено множество двухсторонних встреч контактов бесед постарались и мы тоже встретиться наши делегации с лидерами большинства стран участниц дамы и господа саммит завершён хотел бы еще раз поблагодарить всех коллег приехавших в казань за их вклад в нашу общую работу и хочу отметить что полагаю он был весьма весом на протяжении всего председательства мы чувствуем энергичную поддержку со стороны партнеров это важно тем более что с завершением саммита оно не заканчивается до конца года предстоит ряд важных совместных мероприятий как уже сказал в следующем году передаем эстафету председательства бразилии естественно будем оказывать нашим бразильским друзьям всю необходимую помощь и содействие продолжим плотную координацию со всеми партнерами по брикс в интересах дальнейшего наращивания сотрудничества в рамках этого объединения и конечно пользуясь случаем хотел бы искренне поблагодарить руководство татарстана мэрию казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы хочу извиниться перед жителями казани за то что им пришлось столкнуться с некоторыми удобствами передвижения кортежей закрытия там я понимаю некоторых магистралей но хочу заверить вас в том что эти испытания были не напрасными хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы спасибо большое заранее хочу извиниться на мы не можем общаться с вами долго отвечая на ваши вопросы потому что у меня еще несколько двусторонних встреч по моему 7 там или что то в этом роде поэтому не могу заставлять коллег ждать но тем не менее если вопрос есть прошу вас давайте оперативно вопросы давайте первый канал российского телевидения начинаем антон верницкий первый канал а я еще расскажите пожалуйста подробнее о финансовом взаимодействии стран брикс обсуждалась ли общая инвестиционная платформа и обсуждалась ли создание альтернативной платежной системе шла речь об альтернативе свифт спасибо значит что касается свифт каких-то альтернатив мы не создавали не создаем никаких никому альтернатив и что кас но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день одна из ключевых проблем это проблема расчетов и поэтому мы идем по пути использования национальных валют это хорошо известно что касается систем расчетов то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информации созданной центральным банком россии у других стран участниц брикс тоже есть свои системы мы и их тоже будем использовать уже используем и будем развивать это взаимодействие но какой-то отдельные общей системы мы пока не изобретаем того что есть в принципе достаточно нужно только вовремя своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути идем дальше давайте вот этот вот сектор второй ряд пожалуйста вот представляете здравствуйте илья новости илья ежов владимир владимирович форум в казани стал первым саммитом для брикс не как для стран пятерки а как для объединения с более широкой географией при этом разговоры о возможном расширении продолжаются да и ваши коллеги в том числе и сегодня не раз заявляли что готовы более плотно работать с брикс и также прорабатывался формат страны партнера брикс в этой связи могли бы пожалуйста поделиться как идет работа в этом направлении какой основной сигнал дал казанский саммит по дальнейшему расширению брикса спасибо действительно я уже сказал интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны 35 стран участвовали в мероприятиях в казани и мы согласовали с партнерами что на первом этапе имея ввиду возможное расширение мы пойдем по пути согласования списка стран партнеров такой список согласован некоторые страны которые участвовали в этих мероприятиях сегодняшних вчерашних мероприятиях передали нам свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения брикс вот дальше ситуация будет развиваться следующим образом мы направим приглашение и предложение странам будущим странам партнерам участвовать в нашей работе вот в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том кто находится в этом списке просто некорректно было бы сейчас это делать до того как мы не получим ответную реакцию хотя все эти страны они практически с запросами в свое время обращались спасибо давайте идем дальше следующий туда вот подальше сектор я вижу второй ряд тоже известия по моему да давайте добрый вечер виктор синёк мидс известия известно что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на украине скажите в каком ключе обсуждали происходящее в зоне сво как по вашему партнеру с которым мы говорили как настроены по отношению к этому конфликту и говорили ли о поддержке нашей страны но все настроены на то чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательными желательно мирными средствами вы знаете что китайская народная республика и бразилия выступили с инициативой в ходе в ходе ассамблея в нью-йорке на генеральной ассамблее в нью-йорке многие страны участницы брикс поддерживают эту инициативу а мы в свою очередь благодарны нашим партнерам за то что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения давайте дальше я вижу вот у нас наши гости из сша nbc пожалуйста это вот тот же сектор дальний от нас микрофон дайте пожалуйста спасибо господин президент кир симмонс nbc news господин президент спутниковые снимки говорят о том что в россии находятся северокорейские войска что они здесь делают и разве не является это серьезной эскалацией войны на украине господин президент также осталось несколько недель до выборов в сша россию вновь обвиняют в вмешательстве говорить о том что у вас были частные разговоры с бывшим президентом трампом были ли у вас разговоры с ними о чем вы говорили ну давайте начну с первой части вашего вопроса снимки они вещь серьезно если есть снимки значит они чего-то отражают хочу обратить ваше внимание на то что что не действия россии привели к эскалации на украине а госпереворот 2014 года поддержанный прежде всего соединенными штатами было даже публично объявлено сколько денег администрация тогдашняя сша истратила на подготовку и организацию этого госпереворота разве это не путь к эскалации а затем нас в течение 8 лет обманывали когда говорили о том что все хотят разрешить конфликт на украине мирными средствами путем минских соглашений позднее и вы наверняка тоже это слышали ряд лидеров государств европы прямо сказали что они нас обманывали потому что использовали это время для того чтобы вооружить украинскую армию разве это не так это так теперь дальнейшие шаги эскалации заключались в том что западные страны начали активно вооружать киевский режим до чего дело дошло до прямого участия военнослужащих армии стран нато в этом конфликте потому что мы знаем что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в черном море знаем кто там присутствует из каких европейских стран нато и как они осуществляют эту работу то же самое касается инструкторов военнослужащих не не наемников военнослужащих то же самое касается использования высокоточного оружия современного том такого в том числе таких ракет как атакам с шторм шедоу и так далее украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки целеуказаний и программного обеспечения западного производства и только при прямом участии офицеров стран нато что касается наших взаимоотношений с корейской народно-демократической республикой как вы знаете сегодня по моему только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве там есть статья 4 мы нисколько никогда не сомневались что северокорейское руководство относятся к нашим договоренностям серьезно но что и как мы будем делать это уже наше дело в рамках этой статьи сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим как будет развиваться этот процесс во всяком случае российская армия действует уверенно на всех направлениях тоже хорошо известно никто этого не отрицает движется вперед на всем на всем на всех участках линии боевого соприкосновения активно работает и на курском направлении часть подразделения украинской армии вторгшихся на на в курскую область блокирована окружена это примерно около двух тысяч человек вот предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне прорваться изнутри пока безуспешно российская армия приступила к ликвидации этой группировки что касается контактов господином трампом но это вещь которая уже постоянно муссируется на протяжении не одного года когда-то обвиняли нас том и самого трампа в том что он связан как-то с россией потом в результате расследования расследования в самих соединенных штатах все пришли к выводу в том числе в конгрессе по моему что это полная чушь что на ничего подобного никогда не было не было раньше этого нет и сейчас как будут строиться российско-американские отношения после выборов это прежде всего зависит от соединенных штатов если соединенные штаты открыты к строительству нормальных отношений с россией то и мы будем делать то же самое не хотят не надо но это выбор за будущей администрации павел зарубин вот невозможно не дать вечер павел зарубин телеканал россия можно в продолжение темы разговоров с трампом бывший президент сша на не кандидат президента сша заявил еще о том что в одном из телефонах разговоров с вами он якобы угрожал вам ударом по центру москвы правда ли это и вообще можно ли вам угрожать действует ли на вас угроза и как вы относитесь к тому что вообще вот в большой политике сейчас даже разговоры лидеров все чаще и чаще выплескиваются в публичное пространство если эта история правдива и еще один вопрос если можно про саммит брикс чувствуете ли вы себя изолированным сейчас и не скучаете ли может быть по общению с западными коллегами спасибо первая часть можно ли угрожать но угрожать можно кому угодно россии угрожать бессмысленно потому что нас это только взбадривает но я такого разговора с господином трампом не припомню сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в соединенных штатах и я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться но вот то о чем говорил господин трамп вот совсем недавно и то что я слышал он говорил о стремлении сделать все для того чтобы закончить конфликт на украине мне кажется что он говорит это искренне и заявление подобного рода от кого бы они не исходили мы конечно приветствуем да что что о изолированном вы знаете мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов мы не закрывались от этих контактов а когда мы слышим что мы отказываемся я отказываюсь от каких-то разговоров контактов в том числе с европейскими лидерами хочу вам сказать что это ложь мы не отказывались и никогда не отказывались и сейчас не отказываемся если кто-то хочет возобновить с нами отношения пожалуйста мы же все время об этом говорим но не навязываемся как вы видите мы с нормально живем работаем развиваемся у нас экономика растет в прошлом году сколько у нас было 3 и 4 там 3 и 6 процента в этом году будет около 4 ты 9 может быть будет экономика экономика еврозоны она балансирует на грани рецессии в штатах есть правда рост будет он 3 с небольшим по моему где-то 3 1 3 2 наверное процента неплохо на самом деле но все-таки там тоже проблем достаточно и трех такой дефицит в трех сразу важнейших областях дефицит внешней торговли дефицит баланса платежного и и огромный долг по моему 34 что ли триллиона у нас тоже есть проблемы но лучше нам не спорить друг с другом не конфликтовать а думать о том как совместно решать эти вопросы вот именно этим мы и занимаемся в рамках брикс давайте еще пару вопросов уже будем завершать вот здесь давайте вот этот сектор наши гости из африки вот я вижу дайте пожалуйста микрофон середина этого сектора второй ряд спасибо большое спасибо большое Окей, пойдем. Нам известно, господин президент, что африканские страны многие сейчас являются жертвами терроризма и других действий, которые направлены на дестабилизацию африканских государств. И мы в то же время видим, что Россия помогает в ЦАР, в других странах Сахеля. И до того, что там присутствовали другие страны, и только после прихода России удалось добиться стабилизации обстановки во многих из этих стран. Поэтому вопрос в этом заключается. Не пора ли России углублять подобного рода партнерства не только в военной области, но развивать также и отношения в других областях с африканскими государствами? Спасибо. Да, я полностью с вами согласен. В этом заключается смысл нашей работы со странными партнерами БРИКС. Мы считаем, что в ближайшее время, я сейчас только говорил с коллегами на завершающей стадии сегодняшнего саммита, только что говорил о том, что по мнению наших экспертов, экономики таких стран, как Россия, Китай, Саудовская Аравия, ещё некоторые будут развиваться. Это хорошими поступательными темпами. Развитие будет положительным. Но есть регионы мира, в которых, по нашему мнению, развитие будет идти очень высокими темпами. Это прежде всего страны Южной Азии и Африки. И вот именно для этого мы сейчас в рамках БРИКС поставили вопрос о создании новой инвестиционной платформы с использованием современных электронных инструментов. Чтобы создать такую систему, которая могла бы быть, а этого, как ни странно, можно добиться, безинфляционной, и создавать условия для инвестиций как раз в эффективно, быстро развивающиеся рынки в этих регионах мира. В том числе и, прежде всего, в Африке. Почему мы так думаем? Я думаю, полагаю, что многие со мной согласятся. Тому есть несколько причин. Первое. В этих странах наблюдается большой рост и быстрый рост народонаселения. И в Африке, вот я вчера разговаривал с премьер-министром Индии, там каждый год плюс 10 миллионов человек, плюс 10 миллионов каждый год при увеличении населения Индии. И в Африке быстрыми темпами растёт. Второе. В этих регионах мира пока небольшой уровень урбанизации, а он будет точно совершенно нарастать. И люди будут из страны стремиться к тому, чтобы опережающим темпом догонять по уровню жизни то, что есть в этих странах по сравнению, скажем, с другими регионами мира, в том числе с Европой. Всё это и также ряд других факторов говорит о том, что темпы роста и накопление капитала будет происходить, оно уже происходит. Всё это говорит о том, что на эти регионы мира нужно обратить особое внимание. Вот мы с коллегами договариваемся и пытаемся сейчас создать рабочую группу на базе нового банка развития БРИКС с тем, чтобы создать механизмы эффективного, надёжного инвестирования в эти страны. И полагаю, от этого выиграют все. И те, кто инвестирует, и те, кто получают эти инвестиции. Потому что будут создаваться новые производства, которые будут давать отдачу и возврат полученных инвестиций. Для этого нужно создать инструменты, которые не были бы подвержены внешним рискам и, прежде всего, политическим соображениям. Я думаю, это вполне можно сделать. Вот по этому пути и пойдём. Спасибо вам. Это очень важный вопрос. Давайте завершающий на сегодня вопрос. Я хотел бы дать BBC. Редкий гость в наше время Стив Розенберг. BBC – это вот в такой шапке, нет? Пожалуйста, пожалуйста. Я прочитал итоговую декларацию BRICS, и там говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности, и справедливого мира. И, в общем-то, девиз российского председательства BRICS включает такие понятия, по-моему, справедливости и безопасности. Но как всё это соотносится с вашими действиями последние два с половиной года, с вторжением российских войск в Украину? Где справедливость, стабильность и безопасность? В том числе и безопасность России, потому что до начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупирующих российскую территорию. Этого не было. И последнее. Как это всё соотносится с заявлением недавно британской разведки о том, что Россия поставила перед собой цель сеть хаос на улицах Британии и Европы, поджогами, диверсами и так далее? Вот где стабильность? Спасибо. Значит, начну с безопасности России, потому что для меня это самое главное. Вы сказали про удары дронов и так далее. Да, этого не было. Но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с странами западного мира всё время указывали на своё место. Вот я могу, да, я могу вам совершенно определённо это сказать. Так, вроде всё ласково, но в принципе нам всегда показывали своё место. Значит, и это место в конечном счёте привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потери в известной степени и в большом объёме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для её уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного. С теми партнёрами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции и к которым мы относимся таким же образом. Теперь по поводу справедливости в области развития и безопасности. Да, вот смотрите, на этот счёт у меня есть определённые соображения, я постараюсь вам ответить. Вот в чём заключаются мои соображения. Что такое справедливость в области развития? Смотрите, совсем недавние события в период пандемии коронавирусной инфекции. Что происходило в это время? Я хочу обратить и ваше внимание на это, и внимание всех остальных представителей средств массовой информации. В это время в Соединённых Штатах провели эмиссию где-то примерно на 6 триллионов долларов. А в еврозоне провели эмиссию где-то на 3 триллиона долларов, 3 с небольшим. И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая всё подряд, прежде всего продовольствие. Ну и не только. И медицинские препараты, и вакцины, которые сейчас в массовом масштабе уничтожают, потому что уже срок годности у них закончился. Вот выбросили это всё, и пошла продовольственная инфляция. Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах – и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары. Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС. Теперь по поводу с точки зрения безопасности в целом. Что касается безопасности России, я уже сказал. Я понимаю, о чём вы говорите. Но разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнёрам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюще совсем, в ту же Украину? И начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопросы вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и устава ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к её развитию в направлении горячей фазы? Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, всё равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьёмся этого. Последний ещё раз, извините. По поводу утверждения британской разведки, что Россия вот свет хаос на улицах Британии. Послушайте меня, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Вы понимаете, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Но мы же с вами знаем, я уже об этом сказал, на грани рецессии балансирует европейская экономика, а ведущие экономики еврозоны, они в рецессии фактически. Значит, если и будет какой-то небольшой рост 0,5% за счёт Юга, где такого серьёзного производства-то нет, это за счёт недвижимости, насчёт туристической отрасли и так далее. Но разве мы в этом виноваты? Мы-то здесь при чём? Вот западные страны взяли европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся. Кстати говоря, и до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, Северный поток-2. Ну чего стоит немецким властям? Просто кнопку нажать, и всё пошло. Но они не делают это по политическим соображениям. А их самый главный партнёр, не знаю уж по каким соображениям, создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают в США. Потому что там власти создают более комплементарные условия для работы бизнеса. И первичный энергоноситель раза в три, по-моему, дешевле, чем в Европе, а то и в четыре. Условия другие, налоговое обложение. Ну, целенаправленные действия. Но мы-то здесь при чём? Значит, это вызывает соответствующую реакцию. Потому что идёт понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно. Это же данные статистики самих европейских стран. Но мы-то здесь при чём? Ну что вы правы? Разве это, знаете, у нас, как говорят, это попытка свалить с больной головы на здоровую. И уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики. В экономической сфере, вот смотрите, ну сейчас, мне кажется, для объективных экспертов это очевидная вещь. Но ведь многие в Европе, да и в других странах, и в Штатах злоупотребляли и до сих пор пытаются злоупотреблять повесткой, экологической повесткой и повышением температуры на планете. Ну, забегают вперёд, не имея достаточных оснований с точки зрения развития технологий, закрывают там всё, что связано с атомной энергетикой, закрывают всё, что связано с угольной генерацией. Раньше было, да? Значит, закрывают всё, что связано с углеводородами вообще. А кто-то посчитал? Кто-то посчитал? Вот Африка, она сможет обойтись без этих видов углеводородов или нет? Нет. Им навязывают, африканским странам и некоторым другим странам развивающихся рынков, навязывают современные, да, может быть, эффективные с точки зрения сохранения экологии инструменты и технологии. Но они не могут их приобрести, денег нет, ну дайте деньги им тогда, и денег никто не даёт. Но зато вворачивают инструменты, я считаю, что это инструмента неоколониализма, когда опускают эти страны и заставляют, значит, опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях, кредиты вернуть невозможно. Это ещё один инструмент неоколониализма. Поэтому надо прежде всего смотреть на результаты политики стран Запада в области экономики, финансов и внутренней политики. И люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоят на другой стороне. Ну, мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются. Владимир Владимирович, у нас ещё буквально есть пару минут. Пару минут. Если позвольте, всё-таки напоследок российским СМИ и российским СМИ из Татарстана. Да, давайте секундочку. Мы сделаем так. По секторам. Раз, два, три, четыре и пять. Ладно? Давайте начнём с левого сектора. Давайте девушкам дадим слово. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Ариш Мухаммед, корреспондент Московского бюро Скайонез Арабии, Арабские Эмираты. Да. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, есть ряд сообщений, по которым говорится, что Москва может оказать Ирану поддержку в случае нападения Израиля. Как Вы относитесь к подобным сообщениям? Являются ли, отражают ли они суть вещей? Может, рассматривает ли вообще Россия помощь на данном витке эскалации в регионе? Спасибо. Я полагаю, что, во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то я полагаю, что мы, да, мы, во-первых, в контакте с руководством Ирана, разумеется, в тесном контакте. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и, прежде всего, на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе, и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывает, никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны. Никто. Давайте, пожалуйста, сюда. Да, пожалуйста, вот, да, это Киргизия, насколько я понимаю. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я Турсун Бегахун, приехал из Кыргызстана, председатель правозащитного движения Кыргызстана, председатель координатора Конгресса по правованию стран Центральной Азии. Представляю не только Кыргызстан, но и общественные страны Центральной Азии. Я хотел бы, во-первых, поздравляю вас с проведением саммита БРИКС на высоком уровне. Спасибо. Я вас, как и другие люди, земного шара, не завидую, чтобы быть президентом Российской Федерации. Это самая тяжелая ноша, но как бы тяжело ни было, вынесет это с честью. Запад около три года хотел изъявить Россию от остального мира, но сегодня у них эта цель закончилась полной фиаспой. Подтверждением этого является итоги саммита БРИКС, где вашу политическую и государственную позицию поддержали около 35 стран мира. Приехал на этот саммит генеральный секретарь ООН от Антонио Гутерриш и другие международные организации. Сегодня на российской земле в городе Казан произошли исторические события, где уже взял вверх многополярный мир. Однополярный мир во главе США постепенно теряет свое значение, сдает свои позиции. На встрече лидеров формата БРИКС обсуждали сложные вопросы Ближнего Востока. Несмотря на юридическую ООН, Израиль никак не подчиняется открыто и игнорирует решения ООН. И даже объявили генсек ООН персонал Нонграда. Потом Иран нанес массированный удар по Израилю. И сейчас Израиль объявляет, что ответит действиям Ирана. По открытым данным, готовится разбомбить нефтяные ядерные объекты Ирана. У меня вопросы и предложения. В России появились силы США дежурить в Персидском заливе, чтобы помочь Израилю. Поэтому государства-члены БРИКС под представителем России должны ли препятствовать одностороннее господство США, Израиля, и дать достойный ответ на их действия, если они начнут войну против других государств? Не только боевые короли США должны дежурить над берегом Персидского залива, а одновременно даже дежурят российские и другие корабли-члены государства БРИКС, чтобы помочь Ирану, Палестину и Ливану. Только в таком случае произвол США, Израиля будет остановлен. И второй вопрос, уважаемый Владимир Владимирович. Соединенные Штаты Америки и Запад, Запад односторонно шельмуют, очерняют вас, что президент России Путин отказывается от переговоров. Вы перед шевейцарским саммитом Зеленского объявили свои требования, свои условия, но они не согласились. Ваши требования также остались в таком прежнем фроне? Вы же, по-моему, не отказывались от переговоров? Это второй вопрос. И третий вопрос, скажите, о деятельности... Вы знаете, давайте проявлять уважение к другим. Спасибо вам большое. Всё, всё, спасибо. Да вот только что коллега спрашивала по поводу наших отношений, о наших отношениях с Ираном, о готовности оказать помощь и так далее. Первое, что касается ситуации на Ближнем Востоке. Я сегодня вот говорил и хочу здесь повторить. Я думаю, что на Земле нет человека, у которого сердце крови не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе. Но 40 с лишним тысяч человек погибших – это в основном женщины и дети. Поэтому здесь оценка наша известна. Да она, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом. Это может быть только на путях устранения причин. А главная причина – отсутствие полноценного, полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года. Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но работать со всеми и добиться снижения уровня конфронтации, в том числе и на ливанском треке. Мне кажется, что в целом это возможно. Но нужно действовать очень аккуратно. Я просто, честно говоря, боюсь сказать лишнее слово, потому что каждое неаккуратное слово может повредить этому процессу. А в целом я хочу вас поблагодарить за то, что вы подняли эту тему, потому что она в высшей степени важна. Что касается переговоров с Украиной, то я уже много раз об этом говорил. Мы благодарны президенту Турции, господину Тейпу Режаба Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ, проект мирного соглашения. Украинская делегация его парафировала, а значит, её всё устраивало, а потом вдруг отказалась. Вот недавно опять турецкая сторона, прямо помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился, я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Но мы туркам сказали, ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда, хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом. Ну вот, насколько известно, там в парламенте опять прозвучал не предложение о мире, а прозвучал какой-то очередной план, ну план победы. Ну, хорошо. Что касается победы, в прошлом году при попытках проведения так называемых контрнаступательных операций, потери, по-моему, составили где-то 16 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные. Теперь только за последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 18, да, 26 тысяч потерь, 26 тысяч, тоже санитарные и безвозвратные. Значит, и техники в прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, что-то 18, что ли, тысяч техники. Сейчас больше, почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше, почти на сотню. Но, мне кажется, просто и применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии. Но лучше, чем называть вот такие цифры, лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но на них не хотят главари киевского режима. Но в том числе я удумаю. И потому что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения. А сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне. Так, давайте сюда, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, на что вы готовы пойти, чтобы закончить войну на Украине? Ну и на что вы не готовы? Спасибо. А я только что сказал. Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое. Пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Да? Да, прошу. Спасибо большое, господин президент. Я маджедит Турки из Софтискаравия. Центр российских арабских следовинных. Я прошу задать мой фаброс на арабском языке, если можно. Группа БРИКС сейчас уже, наверное, преодолела тот этап, когда она называлась платформой. А сейчас можно ли её назвать централизованным управлением? Я думаю, что нынешний этап БРИКС уже нуждается сейчас в централизованном каком-то управлении или органе для того, чтобы стать своего рода центром для управления контактами по всему миру. И, например, страна, которая председательствует БРИКС сегодня, завтра её может сменить другая страна, которая, может быть, менее эффективна или будет подходить к этому. И второй момент связан с тем, что Россия хотела бы создать такой механизм для взаимодействия с своими партнерами. Может ли центральный банк или новый банк, который создан, взаимодействовать с другими банками в других странах, с подобными банками? И поэтому сейчас нужно создать фонды, которые связаны с взаимными инвестициями. И последний вопрос. Вы же рассматривали вопрос по поводу присоединения Саудовской Аравии к БРИКС. Спасибо. Ну, первое, что касается организационной работы в рамках БРИКС. Да, конечно, это теперь организация, это очевидный факт. И вы правы абсолютно в том, что нужно структурировать работу этой организации. И, конечно, мы с коллегами будем думать над этим и занимаемся этим. Но в целом, каждая из стран-участниц, она самодостаточная и искренне, хочу её подчеркнуть, искренне стремится к развитию и укреплению этого союза. Поэтому я не думаю, что будет какой-то провал в работе БРИКС. Я не вижу этого. Но в то же время нам бы не хотелось излишне забюрократизировать работу этой организации. Чтобы у нас там появились чиновники, которые будут ездить на шикарных машинах, иметь какой-то бесконечный штат, большие заработные платы. И тогда непонятно вообще, кто чем там занимается. Но вы правы в том, что нужно, конечно, структурировать эту работу. Надо этим подумать. Что касается банка, то я уже сказал, у нас же есть новый банк развития. Он пока небольшой. Он профинансировал 100 проектов на общую сумму где-то 32-33 миллиарда долларов. Но касаемо инвестиционного процесса, вот это очень важная вещь. И для таких стран, как Саудовская Аравия, Россия и другие страны, Китай, Индия, очень важно иметь возможность надёжно и безопасно инвестировать в быстро развивающиеся рынки. Вот это чрезвычайно важная вещь. В этом и заключается наше предложение по созданию вот этой новой инвестиционной платформы. Что касается Саудовской Аравии, да, конечно, мы в очень хорошем контакте с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с сохранителями двух святынь, с королём Саудовской Аравии. Мы сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. И надеемся, что и дальше она будет только расширяться. Здесь я не вижу. Пожалуйста, теперь этот сектор, пожалуйста, не прошу. Да, да, пожалуйста, девушка. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Да, вот что у вас там нарисовано, я не вижу. Я хотела задать свой вопрос на португальском, если это возможно. Если это возможно, меня зовут Бианка, я корреспондент Глоба Ньюс и Глоба. Это основная телевизионная сеть Бразилии. Вопрос про Венесуэлу. Вы вчера поблагодарили президента Николаса Мадуро за все усилия и в том числе за его участие в БРИКС. Но Бразилия против. И я бы хотела узнать, с какой стороны находится Россия. Может ли Венесуэла зайти в БРИКС даже против воли Бразилии? И вопрос про Украину. Вы также поблагодарили Бразилию и Китай за усилия в разрешении политического конфликта, в политическом пути разрешения конфликта на Украине. И я бы хотела спросить, от 1 до 10, какие шансы вы видите, шансы, что этот мирный план будет успешным на Украине? И что абсолютно недопустимо для вас, с вашей точки зрения? Спасибо. Первое, что касается шансов, вы знаете, мне сложно, я считаю, что даже нецелесообразно называть какие-то цифры и баллы от 1 до 10. Вы знаете, в том числе и потому, я не хочу показаться грубым, но факт попыток начать переговор, а потом отказ от этих попыток. Я же говорил, что высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка. А до этого было то же самое. До этого тоже Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Чёрном море. Обеспечить свободу судоходства безопасную, поговорить и заключить определенные договорённости и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил никаких переговоров. Мы тоже нашим турецким друзьям сказали, ну, вы слушайте, вы там разберитесь, вы нам предлагаете со ссылкой на них. Мы соглашаемся. А потом слышим, тут же отказ через день. Ну, как это понимать? Они так руками разверлили, ну, вот так вот, такие вот партнёры сложные. Я почему говорю, очень сложно оценивать в баллах от 1 до 10. Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю. Я сейчас никаких других оценок давать не буду. Я вот, например, считаю, что даже их провокации там на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединённых Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа. Поэтому оценивать в каких-то баллах очень сложно, практически невозможно. Теперь по поводу Бразилии, оценки со стороны Бразилии того, что происходит в Венесуэле. Мы знаем эти оценки. У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто. Мы говорили об этом по телефону позавчера с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, я считаю, дружеские отношения. Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет. Когда-то, помню, лидер оппозиции после ещё предыдущих выборов вышел на площадь, возвёл глаза к небу и сказал, что он перед Господом считает себя президентом. Смешно. И тогда мы обсуждали эту ситуацию с руководством Соединённых Штатов. Но они поддерживали и до сих пор поддерживали оппозицию. Но скромно умолчали, ухмыльнулись и всё. Ясно, что это нелепо, правда. Любой там человек может выйти, глаза к небу поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но так же не бывает, так не должно быть. Есть, существуют определённые процедуры избирательного характера. Идите на выборы и побеждайте. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу. Но очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двухсторонней дискуссии разберутся в двухсторонних отношениях. Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека. И уверен, что он именно с таких позиций, с позиций объективного характера будет подходить и к этой ситуации. И он меня, по и какие слова, просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что ситуация будет выравниваться. Что касается принятия Венесуэлы или любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать, что это возможно только при консенсусе. У нас существует правило, при котором для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС. Нужно согласие всех участников этого объединения. Без этого сделать подобный шаг невозможно. Спасибо большое. Не сердитесь, пожалуйста. Меня же коллеги ждут на двухсторонней встрече. У меня очень тяжелый выбор между тем, чтобы с вами дискутировать и пойти туда. Извините, пожалуйста. Не сердитесь на меня. Спасибо большое. Спасибо.